Продолжение следует... Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение. А сейчас мы перейдем к текущим событиям. А у нас тут, как мы уже говорили в наших выпусках, небольшая война. На связи с нашей студией Григорий Тамар, офицер израильской армии, военный историк, журналист, писатель. Григорий, привет, здравствуйте. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Я тоже, но мы как бы планировали изначально, когда мы там два-три дня назад говорили о сегодняшнем эфире, мы с вами встречаемся раз в неделю, мы планировали несколько поговорить о другом, но как у нас принято, жизнь вносит свои коррективы. Мы живем не в Швейцарии, у нас каждый день происходят такие события, и вообще за неделю у нас набираются столько новостей и событий, которых нормальной европейской стране хватит, наверное, на пару-тройку лет. Итак, у нас разразилась сегодня война, точнее, началась она не сегодня. Давайте разберем все-таки по порядку, что же произошло минувшей ночью, когда израильские ВВС нанесли удар по Газе и были ликвидированы трое главарей исламского джихада. Ну, на самом деле, прошло уже две ночи. Да, две ночи. Я хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств, которые выводят эту операцию в разряд совершенно уникальных с военно-оперативной точки зрения, если мы разберем израильские действия военные за последние годы. Во-первых, Израиль очень редко в последнее время, в последние годы, я подчеркиваю, наносил превентивные акции, которые могли бы спровоцировать широкомасштабные вооруженные. Если мы разберем наше противостояние с сектором Газа, я уже даже не помню, когда в последний раз Израиль наносил подобные превентивные удары. Как правило, Израиль реагировал на то, что происходило. И я не считаю, что... Я прошу прощения, но это тоже была в какой-то степени реакция? Ведь их уничтожили в ответ на обстрел юга страны, когда было выпущено там больше ста ракет. Как говорится на иврите, я это не покупаю, потому что все-таки прошла с тех пор неделя, и это очень большой срок для нас в этой изобретении. Второй момент. Израиль давным-давно не проводил политику точечных ликвидаций руководства террористических организаций. А здесь было уничтожено начальник штаба, начальник оперативного отдела и пресс-секретарь по координации между исламским джихадом и хамасом. То есть фактически оперативное руководство исламского джихада было обезглавлено в одну ночь, в одну минуту, в трех разных районах сектора Газа. Я хочу подчеркнуть синхронизацию. И третий момент. Израиль традиционно прилагает максимальные усилия для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения преподобных действий. И здесь, вопреки нормам и правилам, которые Израиль сам себе установил, израильская армия, был нанесен удар таким образом, что было очевидно, что пострадают члены семей террористов, что и произошло. Эти три обстоятельства ставят подобную операцию в совершенно уникальный разряд. Мы подобных операций не видели много лет на самом деле. И в действительности есть еще одна особенность, которая уже сейчас прослеживается по прошествию двух суток, по сути, почти что с начала этой операции. И израильтяне, нанося сегодня удары по сектору Газа в ответ на те сто ракет, которые выпустил исламский джихад по нашей территории, старательно избегал пинцетов, так сказать, выуживал цели исламского джихада и не нанес ни одного удара по позиции Амбаса. Из этого я лично рискну предположить, что можно сделать следующий вывод. Эта акция носит политический демонстративный характер. И она призвана продемонстрировать Хамасу, что либо он пойдет на закулисные тайные переговоры с Израилем о долгосрочном урегулировании, либо Израиль применит тактику точечных ликвидаций по отношению к главарям этой организации. Это мое предположение, это мое мнение. Но я не могу иначе объяснить, что подобная акция была совершена на данном треске времени, и она настолько из ряда вон выходящая по отношению ко всем другим прошлым акциям за годы в противостоянии с террористическими организациями всех ликвидаций. Григорий, я хочу уточнить. Вы имеете в виду, что ликвидация этой троицы вместе с их семьями, причин может быть две. Либо не было другого выхода, потому что все знали, что они сидели в бункере, а тут они на одну ночь вышли для того, чтобы проститься с семьями и должны были уехать в Египет на какие-то совещания с мировым джихадом. Просто не было другого выхода, либо это было сделано все-таки осознанно для того, чтобы вот этот удар по семьям донес определенный месседж, что, ребята, за все нужно платить. Я считаю, что это была демонстрация возможностей и серьезность намерений руководству Хамаса для того, чтобы склонить эту организацию к началу тайных переговоров о каком-то долгосрочном культуриру. Теперь заметьте, вся эта операция готовилась в строжайшей тайне. Было посвящено в нее количество людей, которых можно перечитать по пальцам одной руки. И наш знаменитый министр внутренней безопасности вообще не был посвящен в ее детали, хотя вроде бы он один из силовиков израильских, и это ему по долгу службы как бы вроде бы приписано, однако этого не происходило. Зило Балклифф. Да я думаю, даже не в этом дело. Не профессионален, не соответствует занимаемой должности, и не имеет ни малейшего представления о том, что такое внутренняя или внешняя безопасность. И человек экстремистских взглядов, откровенно, и, соответственно, премьер-министр, который, я, как вы знаете, не его поклонник, не его поклонник, и я рад его корректировать при любом, так сказать, удобном случае, но в данной ситуации он проявил профессионализм как человек военный, опытный, очень информированный в вопросах безопасности, и в данном случае он проявил очень такой взвешенный подход, и, в общем-то, Бенемин Натаньяу себе может записать эту операцию, так сказать, поставить галочку в свой поспорной список, она, безусловно, очень интересная, достойная, квалифицированная, профессиональная операция. При всех ее, так сказать, знаках вопроса, которые можно здесь поставить. А теперь давайте посмотрим. Наш премьер-министр политически загнан в долг. Хорошие парни, так сказать, ему доносили последние несколько лет, что он не рукопожател. Ни на какие коалиционные соглашения с ним не шли. Никакие правительства национального единства с ним не заключали, потому что он АБВПД, он себя диспредитировал, и вот он превратился в нерукопожатую персону для, в общем-то, израильского истебличного такого, ну вот, центристского, да? Политического, да. Да. Тогда наш премьер сказал, тогда пойду в коалицию с плохими парнями. Он сел в коалицию с плохими парнями, и вот мы имеем то, что мы имеем последние несколько месяцев наше стране. И на всякий случай параллельно макнул всю страну в дерьмо, да? Ну, такое бывает. А теперь он говорит, собственно, это месседж хорошим парням. Дорогие друзья, давайте договариваться. Давайте мы, те, кто радеет за интересы страны, отложим наши внутренние противоречия в сторону и будем договариваться, иначе вы меня толкаете в компанию таких парней. Плохо от этого будет всей стране. Ну, по сути, это так, можно на пальцы подвислить. Вот, не знаю, я не знаю, что будет, но если в результате этой операции в итоге будет сформировано совершенно другое правительство в Израиле, некая форма правительства национального единства, центристская, которая будет, собственно, заниматься решением наболевших проблем, а не, собственно, популизмом правом, то я лично буду считать, что эта операция, собственно, достигла намного больше результатов, чем декларировал. Да, Григорий, но это все возможно при одном условии. Условие это следующее. Против Бениамина Натаньяу должны быть прекращены три уголовных дела, по которым идет сейчас суд. Короче, вот, идет. То есть не просто там поданное заключение, идет суд. И распрости его от этого суда может только президент, заранее, так сказать, сделав помилование. Знаете, наш президент – человек очень квалифицированный, компетентный и уважаемый во всем мире. И вот как раз недавний визит в Великобританию… Простите, он очень квалифицированный и уважаемый юрист, еще кроме всего прочего. Совладелец одной из крупнейших в Израиле юридических компаний. Это, безусловно, очень достойный государственный муж. И вот недавний его визит в Великобританию лишь подчеркивает уровень его, так сказать, признания в мире. Потому что накануне своей коронации английский король нашел целых два часа для того, чтобы при закрытых дверях, без протокола, о чем-то говорить с ним. У меня возникает вопрос. Английскому королю нечем заняться? Или, может быть, они обсуждали рецепт того оливкового масла, который из Солионской горы прислали, для того, чтобы он им был помазан, так сказать, на коронации? Я думаю, что... Рискну предположить, что это был некий приглог для того, чтобы некий коллективный англо-саксонский мир, то есть Соединенные Штаты Великобритании, транслировали Израилю некий информационный посыл, содержание которого мы можем лишь о нем догадываться. Но не исключаю возможности, что и это имело прямое отношение внутриполитической ситуации в Израиле, которое очень с большой тревогой воспринимается среди стран наших союзниц. А мы не можем отбрасываться от этого и, так сказать, пренебрегать этим. И заметьте, вот прошла очень такая кровавая операция израильская поликвидация в Газе. Франция осудила в очень резкой форме израильские действия. Однако ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни Германия не позволили себе никаких резких заявлений в этом случае. Это тоже достаточно интересный и показательный момент. Да, ну Россия выступила, понятно, с гневным осуждением нечеловеческих, так сказать, ликвидаций, нечеловеческого убийства мирных граждан, как бы, понятно. Давайте тогда вернемся сейчас на театр военных действий, российско-украинская война. Ну, битва за Бахмут, которую мы уже там последние несколько месяцев обсуждаем, продолжается. Но я бы хотел поговорить вот о чем. То есть Израиль изначально было объявлено, значит, если не ошибаюсь, месяца 4 или 5 назад, что готов передать Украине систему раннего предупреждения против ракетных обстрелов. И, насколько я понимаю, это сделано. То есть эти системы сейчас внедряются там. Они еще не внедрены, но внедряются. И вот сейчас было объявлено, что Соединенные Штаты передают Украине одну батарею «Железный купол». Американцам, напомню, их целых две. Так вот, одну из них, то есть 50% своих батарей, они передают Украине. Мой вопрос как бы разделяется на два. Первая, все-таки чисто военный. То есть что может одна батарея «Железного купола» сделать, так сказать, на просторах Украины? Одна батарея «Железного купола» на просторах Украины не может сделать ничего. Зачем тогда ее передают? Давайте сначала напомним нашим зрителям, почему Израиль до сегодняшнего дня категорически отказывался предоставлять подобный вид вооружения украинской стороне. Ну, во-первых, потому что одна батарея «Железного купола» не может сделать ничего. Учитывая размеры Украины, потому что одна такая батарея и в Израиле не может сделать ничего. Нет, она может прикрыть какой-то конкретный объект. Например, Банковская улица, там президентский дворец, например. Ну, например, да, например. Но вы понимаете, что когда речь идет даже вот о государстве такой, в общем-то, скромной территории, как наша, да, то нам для того, чтобы нормально прикрыть нашу территорию, нужно дюжина таких установок приблизительно. А Украина-то побольше, ну, так чуть-чуть, немножко. Вот, это первым. Второй момент, когда началась война, израильтяне всерьез опасались. И не без оснований, что в случае прорыва фронта российской армии такая установка может просто попасть как трофей в руки российских войск. И тогда наши враги моментально поузнали. Собственно, она была разобрана под полтику. Но на сегодняшний день, я думаю, уже всем очевидно, что российская армия просто не в состоянии совершать глубокие прорывы и внезапные атаки, и прорывать фронт, и чего-то там захватывать неожиданно. Ну, это просто не является стилем ведения боевых действий, да. Это что-то момент важного. И есть еще одна такая маленькая подробность, которая, наверное, ну, мало интересна гражданам Украины, но она, безусловно, очень интересна гражданам Израиля. Нам для того, чтобы их достаточно было, нам их не хватает, поменьше верить, израильтянам. Вот нам не хватает. В случае, если будет война на всех фронтах одновременно, у нас дефицит две установки на сегодняшний день. Да, поэтому у нас всегда перекидывают, то есть заморочки на юге, перекидывают с севера на юг, заморочки на севере перекидывают туда. Я просто задаю вопрос. Вот, гражданам Украины, скажите, а вы бы отдали то, что вам нужно, а как показывают события вот последних часов, нам это нужно постоянно. Они постоянно находятся, ну, так сказать, в формате... В боевом дежурстве, да. Да, и у нас, несчастье, такие обстоятельства нашей повседневной жизни, что это необходимая для нас, в общем-то, вещь. Вот, поэтому мы и не можем, к сожалению... А они слишком дороги. И война на два фронта, у нас это не какая-то иллюзорная, так сказать, возможность. Это очень даже серьезная реальность. У нас может быть война и на три фронта. Вот я хочу подчеркнуть, что в рамках этой фазы противостояния одно из действий, которые совершил Израиль, он нанес огневое поражение в Самарии, то есть на наших восточных рубежах, потому что там как раз вот готовились ракетные установки, чтобы из Самарии наносить. То есть только благодаря действиям разведки и действиям наших ВВС было ликвидировано это крыло, это вот чейко... Гнездо. Гнездо, да, совершенно верно. То есть у нас непростая очень ситуация, и это нужно учитывать. Теперь, почему же все-таки американцы решили передать Украине эту установку? Значит, дело в том, что когда эта установка создавалась, она создавалась исключительно для того, чтобы поражать неуправляемые, достаточно примитивные ракеты и снаряды, которые малого радиуса действуют. Но дело в том, что эта установка находится на боевом дежурстве уже десятилетия, и за это время, естественно, я допускаю, что она, наверное, подвергалась каким-то модернизациям и каким-то, может быть, оптимизациям. Я хотя бы даже потому могу это судить, что если изначально один залп, такой установка, один снаряд стоил 80 тысяч долларов, то сегодня он стоит 20. Нет, про то, что она все время постоянно усовершенствуется, об этом сообщает армия обороны Израиля. Теперь, значит, я также не положусь, что если мы занимаемся ее модернизацией, то то же самое делают наши американские друзья. трудно переоценить возможность использования, исследования, возможности того или иного вида оружия в боевых условиях. А теперь давайте мы проанализируем то, что вы сказали несколькими минутами ради, что наша израильская разработка по системе равнивого оповещения, которая у нас в Израиле работает в смычке с железным куполом, предоставляется сейчас Украине. А если рассмотреть вот этот вопрос комплексно, то я думаю, это не что иное, как попытка обкатать эту систему комплексно. И если она себя проремонстрирует достаточно совершенно в украинских условиях, то, возможно, американцы профинансируют производство нескольких подобных установок на израильских производственных мощностях. И тогда можно будет, допустим, изготовить несколько, за американские деньги, несколько подобных систем для того, чтобы, например, прикрыть Киев. В том случае, если эффективность смодернизированного железного купола будет продемонстрирована в боевых условиях как достаточно удовлетворительно. Вот я думаю... Кстати, я позволю себе внести свои пять копеек. Дело в том, что это еще приобретает большое значение, потому что ракеты, которые летят на Украину, эти ракеты очень и очень, может быть, уже имеются в распоряжении Ирана. И испытать вот эти системы против иранских ракет Израиль тоже заинтересован очень даже сильно. Ну, вы знаете, я рискну предположить, что все-таки те ракеты, которые вы упоминаете, для них как раз вот более эффективной системой будет являться система «Волшебная палочка», которая раньше называлась «Проща Давида», ее потом переименовали. Вот она как раз для подобных ракет, мне кажется, с точки зрения радиуса действия более соответствует. Однако мы с вами не знаем... Кстати, сегодня в Израиле при атаке на Тель-Авив была впервые использована «Проща Давида», вот эта ракета. То есть ракета, летевшая с газа, была сбита именно вот этим, не железным куполом, а «Прощой Давидом». Вот видите, это лишь подчеркивает... Об этом сообщалось... Да, это лишь подчеркивает нашу тезу о том, что ничто так не может продемонстрировать эффективность видов вооружений как использование в боевых условиях. Но мы говорим с вами также о том, что железный купол, он подвергается модернизации. Так что вполне возможно, что вот эти все аспекты, они учитываются американцами, которые, конечно, хотят и Украине помочь, естественно, своим союзникам ближайшим, но хотят максимально обкатать или иные виды вооружений. Понимать их возможности оперативные максимально. Давайте не будем забывать, что наше достижение военной промышленности, в частности, вот этот вот проект «Железный купол», он был профинансирован нашими американскими друзьями. Да, это идет как совместная разработка. Они имеют как бы то, что называлось право первой брачной ночи. То есть они первые в очереди на поставку этих систем. То есть они их приобретали... Совершенно верно. Они приобретали их для конкретных целей, для прикрытия определенных точечных там, БАС в Ираке, если я не ошибаюсь. Они это использовали. Я, кстати, позволю тут еще одну ремарку, немаловажную. Учитывая формат и традиции взаимоотношений израильских и американских военных, в самом широком смысле этого слова, в случае подобных разработок предоставление Израилем в третьей стороне или американцами в третьей стороне подобных видов вооружений совместного производства, оно не производится без согласования сторон. То есть тот факт, что Украина получает сейчас железную полу от американцев, это значит, что израильтяне как бы дали на это добро. Точно так же, если бы Израиль предоставил какую-то систему подобную кому-то, Опа, Григорий, у нас сирена, я прошу прощения.